Всем, друзья, привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня поговорим о Google камере на Redmi Note 8 Pro. Многие купили прошку. Интересный телефон. Много я его ругал и есть действительно за что. Давайте установим Google камеру и посмотрим, каким образом она меняет ситуацию в фото. У меня сейчас 10 MIUI. На 11 люди говорят, что не работает. Поэтому, друзья, если вы хотите использовать Google камеру с этих источников, то 10 без проблем. 11 в большинстве людей не работает. Сразу скажу, что сама программа Google камера очень-очень сырая. Скачивается она, конечно же, не из Play Market, а из других источников. И очень-очень сырые еще пока что настройки, друзья, на ней. Но, тем не менее, мы проверим, посмотрим, в чем плюсы и в чем минусы. Минусов пока что много. Как установить эту камеру, мы посмотрим немного попозже в этом видео. И о багах этой программы мы тоже, друзья, поговорим немножко попозже. В то время как специалисты из Google трудятся над созданием алгоритмов лучшей камеры на планете, энтузиасты просто перепрошивают эту программочку под наши хорошие Redmi, дешевые, отличные, с хорошими камерами. И большое спасибо им за это. Результаты, друзья, отличные. Вы сами знаете это. По Redmi Note 7, по Pocophone F1 и другим телефонам. Но в этом году была проблемка. Новый Redmi вышел на Mediatek. Хотя все программы писались под Snapdragon, а здесь вдруг Mediatek. Поэтому очень долго перепрошивали ее в сторону Mediatek. Устанавливается эта программа через некоторые костыли. Как я вам сказал, мы немного попозже об этом поговорим. В конце видео, как установить, чтобы все работало и все было без проблем. А давайте посмотрим, улучшились ли результаты на Google камеру. Делаем первые две фотографии. И что мы видим? Это 12-мегапиксельный модуль. В одном и в другом случае. То есть не 64 мегапикселя, а основные камеры. Делаем кроп. Если мы хотим проверить детализацию, то здесь ситуации, по сути, друзья, одинаковые. А даже где-то плюс-минус чуть лучше снимает основная камера. Google камера пока что еще не вытягивает. Есть у нее в другом отношении большие преимущества. Обратите внимание на цветокоррекцию. Очень великолепная цветокоррекция. Передает именно естественные, правильные тона. Те, которые нужны. И фотография в целом получается более динамической, более интересной, более насыщенной. Небо более насыщенное. Сама картинка более динамичная. Плюс очень хорошая контрастность. Сохраняется фотографии. То есть на стандартной камере более блеклые тона. На Google камере все как будто бы уже отредактировано. То есть сразу же можно запускать в Instagram и без каких-либо проблем. Далее следующие фотографии. Обратите внимание на 64 мегапикселя слева. И просто Google камера на обычную камеру. Почему? Потому что в принципе в Google камере нет фотографий на 64 мегапикселя. По крайней мере, друзья, я и не нашел. Пишите в комментариях, если есть там такие настройки. Я все перековырял. Нет, друзья, нет там таких настройок. Потому что у Google нет камеры на 64 мегапикселя. Соответственно, алгоритмы она под эту камеру не пишет. Так вот, если мы сделаем большой кроп, что мы обнаружим? А мы обнаружим, что, конечно, детализация на 64 мегапикселя гораздо лучше. Здесь говорить даже не стоит. В плане детализации все отлично. Но преимущество Google камеры в чем? В том, что она опять-таки делает более динамически красивую картинку. Все сочетается очень хорошо. И даже солнце, то, что здесь лупит просто в экран. А, друзья, не мешает Google камере делать отличные снимки. Обратите внимание на цветопередачу. Опять-таки, да, здесь она более сырая. Есть, кстати, много шумов в Google камере, а этих шумов нет. И выглядят они, эти снимки, очень интересно. Мне понравилось в основной камере, конечно, преимущество Google камеры очень большое. В плане цветокоррекции в первую очередь. По детализации Google камера проигрывает. Далее макросъемка на две фотографии. Слева у нас Google камера, справа у нас обычная камера основная. Если посмотреть в целом на фотографии, они очень даже похожи одна на другую. Нет никакой разницы. Да, в плане детализации все плюс-минус одинаковое. Если приблизить, то в этом месте, да, шумов больше на основной камере. На Google камере шумов немножечко меньше. Это небольшой, но все-таки плюс. И обратите внимание на окно. Как в первом, так и во втором случае. Никакой расширенный HDR не помогает. Да, то есть пересвет как в одном, так и в другом случае. Селфи-камера меня просто вообще удивила. И фотографию занимает 1 мегабайт, а здесь 3,5 мегабайта. То есть гораздо больше информации она все помещает. Это основная обычная камера. Слева у нас Google камера. Если мы обратим внимание, то, конечно, основная камера снимает гораздо лучше. Более четкое изображение. Очень хорошая цвет-коррекция. Слева Google камера почему-то просто-напросто ужасно снимает. Она делает блеклые тона. Нет никакой динамики фотографии. Цвет-коррекция очень простая, очень обычная. И это говорит, друзья, только о том, что Google камера еще не допиленная для этого телефона. То есть программа очень-очень, друзья, сырая. Потому что вот такие фотки не должны получаться. Я помню Google камеру на Redmi Note 7. Там она просто уделывала в разы основную камеру на Note 7. А здесь ситуация пока что обратная. Здесь они сделаны просто для того, чтобы пока что были. Все мои надежды были связаны с white angle. То есть с широким углом. Но здесь все плюс-минус, друзья, одинаковое. Меня как в первом, так и во втором случае фотография нисколько не радует. Обратим внимание на детализацию. Даже в Google камере она похуже почему-то выглядит. В целом, конечно, широкий угол просто ужасный и отвратительный на этой камере. И Google камера пока не помогает. Широкоугольного угла нету на Google камере. Той, которая была предыдущая. На современных, возможно, она появится. И эти алгоритмы перейдут сюда в целом. Но пока что, друзья, их нет. Обратите внимание на этот угол. Здесь вообще какие-то проблемы. То есть очень большие ошибки. На основной камере этих ошибок нет. О чем это говорит? О том, что программа очень-очень даже сыроватая. Посмотрите вот на эти углы. То есть если вы делаете фотку, то у вас реально будут вот такие проблемы с некоторыми шумами. На основной камере все алгоритмы очень простые, очень понятные. Фотография получается лучше. То есть здесь Google камера, друзья, проигрывает. Но это все временно. И при недостаточном освещении Google камера очень даже решает. Обратите внимание, насколько хорошей, более четкой, такой правильной фотографии получается Google камера по отношению к основной камере. Здесь очень много шумов. В этом случае все очень сглажено, очень красиво, очень такая насыщенная картинка получается. Но есть определенные косяки, допустим, вот к цветопередаче. А здесь еще все понятно. Но вот на этой плитке, обратите внимание, плитка зеленого цвета. Этого быть не должно. Плитка обычного серого цвета. То есть есть определенные минусы. Посмотрите вот на это место. Оно тоже зеленого цвета. То есть очень много минусов пока в прошивке этой программы. И она путает просто-напросто цвета и выдает вам не те цвета. Следующий пример. Это очень хорошо иллюстрирует. Просто сделана фотка. Я ничего не делал. Просто сделал фото. И оно получилось вот именно таким. Фиолетовые, зеленые тона. Ну, понятно, что если вы хотите сделать фотку, допустим, вечером. И вы надеетесь на хорошее, качественное фото. У вас может получиться вот такая ерунда. А Google камера пока что еще не допиленная. Но есть определенные фишки этой камеры. Мне они очень понравились. Допустим, если вас широкий угол не устраивает, вы можете сделать собственный широкий угол на основную камеру. Делается это в настройках. Я думаю, вы найдете. Там искать особо нечего. Но есть определенные минусы. Смотрите, здесь, допустим, стул не совместился. Есть определенные ошибочки в этом месте, в этом месте. Но в целом, друзья, если постараться, можно этих ошибок избежать. И плюс-минус у вас получится очень даже неплохая такая фоточка. Широкоугольная. То есть полный объем. И, возможно, без ошибок. Далее, как установить Google камеру. Все ссылочки, друзья, в описании на все сайты, которые необходимы. Что вам необходимо скачать? Я сейчас объясню. Первое. Это вы скачиваете APK файл, который в описании. Также нужно скачать еще один файл. Называется он вот таким образом. Далее вы переходите в загрузки. И нажимаете «Установить это приложение». Соответственно, если у вас нет разрешения на установку из неизвестных источников, вы нажимаете на галочку. В общем, устанавливаете. Здесь процедура очень даже простая. Запускайте эту программу. Нажимаете «Все разрешения». Все-все-все разрешить, как обычно. Четвертое вы переходите во вкладку «Еще» в этой программе. Далее «Настройки». И из списка внизу вы выбираете «Сохранить настройки». Нажимаете туда. В окошке вы пишете все, что угодно на английском языке. Это будет название вашего файла. А далее кнопку «Сохранить» и «Ок». В пятый момент «Файл менеджер». И находим второй скачанный файл, о котором я говорил в начале. Друзья, если вы не можете найти этот файл, есть небольшая подсказка. Вы можете просто в поисковике менеджера написать первую фразу. Вы зажимаете его, копируете и вставляете его в другую папку. В папке находим папку «Gcam», то есть «Google Camera». Далее «Config». Нажимаем туда. И внизу мы нажимаем «Вставить этот файл сюда». «Ок». Седьмое. Далее мы открываем приложение «Google Game». Вот в этом месте два раза клацаем между кнопочкой и этим местом. Появляется диалоговое окно. Выбираем тот файл, который мы загрузили. Далее вы нажимаете «Восстановить». И вуаля, друзья, все готово. «Google Camera» у вас должна заработать. Она перезагружается и вы можете делать фоточки. А что по поводу этой программы? Первое, что меня очень даже смутило, то, что видео в этой программе просто не работает. Я очень хотел и очень много рассчитывал именно на видеосъемку. Но, друзья, пока что ее не запилили. Если вы переходите на видео, в моем случае программа просто вылетает и не хочет никаким образом работать. Что бы я ни делал, какие бы настройки я ни выставлял, ничего не помогает. Пишите в комментариях, если вы знаете, как решить эту проблему. Еще один глюк – переключение между режимами. Допустим, широкий угол, макросъемка или же основная камера. Если вы переключаете между ними, на широком угле моя камера просто выключилась и более не хотела включаться. Как бы я ее не пытался включить, просто-напросто ничего не работает. Решается эта проблема следующим образом. Сносим полностью программу, удаляем все файлы и загружаем Google камеру по новой. Тогда, друзья, проблема решается. Много вопросов к ней. Ждем, ждем дальнейших обновлений, чтобы раскачать, раскачегарить 64 мегапикселя. Также фронтальную камеру и самое главное – широкий угол, друзья, нужно прокачать, чтобы он снимал гораздо лучше. Продолжение следует...